Если кто не знает, меня зовут Геннадий, сайт Стробиус. Я думаю, что все знают, зачем мы здесь сегодня собрались, но не мешает все-таки еще раз сказать, почему именно Yungno, почему презентация фото вспышек, почему вот эти вот маленькие фото вспышечки достойны того, чтобы по ним провести отдельный разговор. Речь идет не про производителя, на самом деле. Canon, Nikon, Yungno, Mets, Nissin, все производители производят один маленький агрегатик, который в последние годы дал фотографу простую вещь, свободу света. То есть вот эта маленькая штучка, это очень мощный источник света, который очень сильно расширил возможности фотографа. Вспышка, на самом деле, в таком виде, в котором мы уже привыкли за последние лет пять, она-то появилась, ее история насчитывает, в середине 90-х вот подобные вспышки начали появляться. До этого не было у фотографов средства, которые, первое, абсолютно автономные, то есть оно зависит только от наличия у вас батареек. Есть батарейки и аккумуляторы, все, вы уже не привязаны ни к розеткам, ни к чему. Второе. По мощности практически, ну, может быть, на уровне солнца, что ли сказать, но, по крайней мере, две-три вспышки взять, и мы получим по яркости даже, можем перебить освещение солнца вот такими маленькими вспышками. Плюс, цена в последнее время, они все более и более и более становятся доступными, такие вспышки. Самая главная проблема, такие вспышки, это научиться с ними правильно работать. То есть научиться работать так, чтобы получать классные и интересные снимки, причем в абсолютно любом выбранном воем месте. С чего, в принципе, сайт начал, из чего пошла вот эта вся растутка дела, я назвал это портативная домашняя фотостудия, да, когда вы берете небольшой рюкзачок и несете с собой 3-4 источника света в любое место и фотографируете, и снимаете там, где вам нужно. И где, вот допустим, студия это очень классная, полезная, нужная вещь, но если вы работаете не в коммерческой структуре, да, не в большие рекламные заказы и так далее, а просто фотографируете людей, то чаще всего затянуть в студию людей непросто. А если вы приходите к ним, то вот здесь уже, по крайней мере, у вас расширяется список ваших потенциальных моделей. А эти вспышки позволяют творить практически неограниченный портрет, пейзаж и все что угодно. Почему Йонг-Но? Все производители, то есть Йонг-Но, опять же Йонг-Но, да, написано. Китайцы вообще, я их как-то запросил, они ответили, что в их транскрипции, они где попытались написать, это звучит Янг-Но. Но если мы будем говорить Йонг-Но, никто, я думаю, что не просоциируется с этим названием, поэтому я, допустим, называю Йонг-Но, кто-то называет Йонг-Но, Янг-Но, не важно. Последние лет пять, наверное, китайцы делают, как и во всем остальном, тихие революции, очень тихие. Они не кричат на весь мир, что мы стали там круче, они это все делают тихо, но постепенно и уверенно. Чем Йонг-Но интересен? Во-первых, вы хоть одну фирму фотомире знаете, которая в 2009 году вышла первая спешка Йонг-Но. Сама фирма организовалась в 2007 году. С 2009 года три года. Прошло три года, в мире, в фотомире, по крайней мере, эту компанию знают практически все. Кто более или менее уже нормально интересуется фотографией. По крайней мере слышали, что есть такие вроде бы неплохие и недорогие вспышки. По большому счету, я, допустим, второй такой компании не знаю. Все остальные компании нарабатывали себе далеко не одно десятилетие имя. Конечно, есть серьезные бренды, которые производятся в продукцию более высокого уровня, более профессионального уровня. Но, по крайней мере, за три года развиться из компании, выпустившей одну спешку, и получив вот такой модельный ряд, в который сегодня все даже путаются, когда люди ко мне обращаются, уже начинается бардак в умах людей слишком большой. Это тоже плохо. Когда есть, допустим, Nikon, Canon, есть начальный уровень вспышки Canon 270, Nikon 400, средний уровень вспышки Canon 430, Nikon 700 и топовые. Соответственно, 580 или 600 сейчас вышли и 910. Все. Вот мы перечислили практически весь модельный ряд двух главных производителей. У Yongnuo же на сегодняшний день, по-моему, что-то 12 или 14 моделей. И они продолжают расширять этот список моделей. Вот буквально в самом конце я расскажу о новой новинке модели. Когда летом я очередную модель написал, вам помните анекдот, еще из СССР, когда диктор идет лебединое озеро, появляется диктор на экране и говорит, вы, конечно, будете смеяться, но у нас опять постигла горькая утрата. Вот тут примерно то же самое было. Вы, конечно, будете смеяться, но оно опять выпустило новую модель вспышки. За этот год, чтоб 5 или 6 новых моделей. Но просто количество моделей, это еще не так важно. Главное, что это первый производитель, который выпустил адекватную виду вспышку, мощную, функциональную, надежно работающую, с тонностью до 100 тонн. То есть, когда они вышли в 2009 году, то вспышка до 100 долларов, это, в принципе, что-то было вообще невредное. Даже самые простые модели, маломощные, непонятных производителей, они все равно стоили 120-150. Здесь же до 100 долларов появилась, пусть и мануальная, я расскажу об этом, но полнофункциональная вспышка. Но и опять же, это бы не сыграло большой роли, потому что на камере без автоматики в современной фотографии работать не очень просто. Самое главное, буквально тоже лет 5 назад появились устройства, которые позволяют снять вспышку с камеры. Опять же, недорогие синхронизаторы. До этого существовали радиосинхронизаторы, которые могли запускать дистанционные вспышки, но они стоили сотни и сотни долларов. А тут же опять появились... Передатчик ставится на камеру, приемник ставится на вспышку, и это все синхронизируется. Вот такими шагами пришли к таким мобильным портативным потаскам. И, выпустив не дорогую, но мощную вспышку, плюс, делав синхронизаторы под это все делали, вдруг оказалось, что берем, ставим эту систему на стойку, и реально получаем абсолютно другое направление фотографии. А оно получило название в мире экстрабизма. Я до сих пор считаю, что на русском языке это не очень хорошо звучит, но, с другой стороны, оно уже нормально, уже люди его воспринимают вполне нормально. Года два назад, когда я еще в первые курсы пробовал по этому делу вести, то там вообще люди были против, чтобы слово «страбизм» звучало в рекламе. Потому что «страбизм» — ассоциация немножко не делая. Ну, не важно, как это дело назовешь. Самое главное, сегодня я хочу попробовать показать, рассказать, какие существуют модели у производителя, какие задачи они могут решить и для чего они предназначены. Опять же, нужно исходить от задачи, не от вспышки. Я вот беру вот эту вспышку и начинаю ей что-то снимать. А какая у меня задача передо мной стоит? И какую из моделей мне оптимальную выбрать лично для меня? Попытаюсь вот это все сегодня рассказать, и надеюсь, что у вас более ясное будет понимание, что из себя представляют модели рядом. Начнем с простого — типа корпуса. Вообще, компания начала со своего корпуса, который имеет довольно маленький размер. В 2009 году они разработали и выпрыслили вот эту вспышку. Модель 460, у них там 462, 5 и так далее. Все модели на сегодняшний день делятся на две числа. 460-я серия и 560-я серия. Больше пока у них вариантов нет. 460 — цифра, 560 — цифра и буквенное обозначение. 4-я серия — это вот такие небольшие вспышки. Они размером где-то с, если так брать, 600-800-й Nikon или же 430-й Canon. То есть маленькая, компактная и недорогая. В этом корпусе выпускаются как мануальные вспышки, так и TTL. То есть и те, которые на камере можно работать, и те, которые можно работать. И серия 560-я. Все началось суться этой вспышки в 2010 году. Я там вышла вот эта вспышка. Тут одно поступило очень просто. Они взяли 580-й Canon. Топовую вспышку. Canon 583X 2-й серии. Полностью ее скопировали. Без разрядистов. Они все обводки, все вот эти все вещи, вообще просто взяли, скопировали. Поменяли вот эту управляющую часть, сделали свою начинку и выпустили ее все. С точки зрения морали это не совсем правильно, но с точки зрения шага это очень разумно. Потому что она сразу начала смотреться солидно, хорошо. Берешь очень многие, когда первый раз видят... Слышали янгно, да? Ух ты, а ничего, пока ничего. И пластик хороший, да? И вроде бы работает нормально. Оказывается, потом и по мощности у нее все в порядке. Но самое главное вид цивильный, человеческий. Вот. И вот с этим корпусом они уже 2 года работают. Выпустили в этом корпусе немало моделей. Так что шаг такой был. Со стороны, наверное, китайского производителя оправданный. Но! Буквально месяц назад... Буквально месяц назад вышла вспышка, опять же, 560-й серии, но уже в новом корпусе. Полная разработка отопления огня. Здесь уже практически ничего нету от Canon, только общие примерные габариты. И даже, то что я говорил, даже вот такие вот мелочи, да? Наплывик вот здесь. Здесь уже этого наплывика нету. Даже они от таких мелочей оказались. Мое личное мнение, просто компания уже вышла из штанишек. И наверняка уже хотят выходить не только в интернет рынок, но и в розничный рынок. А в розничных рынках, как только появятся такие вспышки где-то на рынках США, Европы, где все с сертификацией довольно серьезно, я думаю, что просто Canon бы их сразу отсудил бы. И они бы просто не смогли делать таких шагов. Поэтому я уверен, что именно вот этот корпус будет продолжателем и от копии 580-й они постепенно-постепенно начнут показываться. Просто заменят его на свой личный новый корпус. Мы тоже разработали очень интересную модель, которая, опять же, абсолютно не стыдно взять руки. Это по корпусу. Теперь по назначению. Есть вспышки, предназначенные для работы на камерах, которые могут обмениваться информацией с камерой, которые могут работать в автоматических режимах, которые понимают установленные диафрагмы, ISO, выдержку. Идет постоянное программное обеспечение с камерами, постоянный обмен данным. Испышки, которые это принципиально делают. Мануальные вспышки, те, которые могут менять свою мощность только в мануальных режимах. Только в ручной. По принципу тех же студийных моноблоков, кто работал, то здесь я уверен, что все очень просто. Вы либо делаете полную мощность, либо же делаете половину полной мощности, одну четвертую полную мощность и одну восемь. Вы просто вручную выставляете мощность данной вспышки. Все. Никаких... Вы нажали, посмотрели на экранчик, берите свет, поменяли мощность, нажали, поменяли мощность. По идее, до 90-х годов так все фотографы работали с вот этими блицами, которые у них были. Но сейчас у нас есть уже автоматические вспышки и главное вот этих предназначений мануальных вспышек работа на стойку. Когда мы берем, снимаем вспышку с камеры, ставим ее на стойку и уже используем как источник света в тех же портативных мобильных пространствах. Отличие, сразу, отличие вспышек мануальных от системных, все очень просто. Вот так закручил. В ноге. Какую бы вспышку... Опять же, существуют не только югно, существуют и другие производители, которые сейчас появляются все больше и больше. Просто югно они пока еще впереди всех. Здесь на мануальных только один центральный контакт, через который или синхронизатор, или камера, любое устройство дает сигнал на почту. Все, больше никаких сигналов эта вспышка принимать не может. На автоматических вспышках уже находятся несколько контактов. Причем у каждого производителя разное количество и разное расположение. Это как с байонетами на фотоаппаратах. К сожалению, от Nikon на Canon и от Canon на Nikon объективы не подойдут, как вы не хотите. Хотя и той системы есть очень классные объективы, с которыми неплохо было бы поработать на своей системе. То же самое со вспышками. К сожалению, контактная планка Nikon, контактная планка Canon, они разные. Но суть у всех все равно одна. Именно через вот эти добавочные контакты, у всех есть центральные контакты, через которые вспышка получает сигнал на почту. А остальные контакты служат для обмена информацией. Для того, чтобы со вспышкой камера обменивалась информацией про мощность коррекции установки самой камеры, режимы камеры и так далее. Вот очень просто вы можете вот это уже посмотреть. Зная уже расположение на своей вспышке, вы даже можете так понять, это Nikon, это Canon. Это тоже на самом деле все очень просто. Вопрос мне очень часто, ну это наверное самый частый вопрос. Есть вспышки, сейчас перечислю, расскажу об основных функциях манальной вспышки. И практически каждый день у меня есть звонок и люди спрашивают, вспышка 460 или там вспышка 560, она будет работать с моей камерой Canon, она будет работать с моей камерой Pentax, Nikon и так далее. Все в ответ один и тот же, работать будет, но только в мануальном режиме. Вот самое главное отличие мануальных от автоматических. Ну и кстати, можете так уже себе примерно прикинуть модельный ряд вспышек. Мануалы. На сегодняшний день 6 моделей. Будет много есть. И автоматических вспышек. К сожалению, все тут Canon Nikon. Есть какие-то там ортодоксные. Все уже перешли, да? Даже я уже перешел. Я уже сколько там, 5 лет занимал на Olympus, это тоже уже пришлось перейти на Canon. Вот. Выпускают только версии Canon для Nikon. Ну, можете посмотреть. 1, 2, тут 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 моделей и плюс... 6, 17 моделей. Я даже так немножко... Это то, что они за 3 года 17 моделей выпустят. Конечно, не все они нужны с моей личной точки зрения, поэтому здесь 17 моделей не стоит. какие-либо эти годы есть. Вот. Высокое из ответ設 blame. Усокое из этих пятнях 15 тысяч молодых войсков,